В Stone Ocean выяснилось, что у Дио, помимо знакомого нам Джорана Джованны, есть еще три внебрачных сына — Рикель, Унгала и Версус. Несмотря на то, что все трое являются потомками одного самого зловещего антагониста, именно Версус среди них выделяется как истинный наследник Дио. И этот выбор обоснован. Усаживайтесь поудобнее и перед просмотром не забудьте запастись чем-нибудь вкусным. В этом вам поможет Самокат. Это сервис самой быстрой и бесплатной доставки свежих продуктов и товаров для дома за 15 минут в 49 городах по всей стране. Доставка всего за 15 минут. Минимальная сумма заказа всего 100 рублей. Можно заказать один товар, которого не хватает. А также эксклюзивные продукты под собственной торговой маркой Самокат. Необычный раздел из других стран — напитки, кофе, бокалея, сладости. Кстати, сейчас в наше время это очень актуально. Не забудьте воспользоваться специальными промокодами, чтобы получить скидку на свой заказ. Переходи по ссылке в описании. Донателло Версус носил удары судьбы с самого детства. Безразличие родителей, а также случайное стечение обстоятельств разрушили его юность, а сам мальчик истощился морально и физически. То же самое когда-то происходило и с самим Дио Брандо, но только Версусу пришлось гораздо хуже. В отличие от юного Дио, который ловко мог подстраивать события себе на пользу, Донателло не обладал такой особенностью. К тому же был лишен физического и морального здоровья. Подобно Дио, который отправляется под опеку Джорджа Джостера, так и Версус в скором времени попадает под наставничество Энрико Путчи. Встреча с этим человеком помогла Донателло пробудить свои жуткие способности. Станд Андерворлд. Его сила заключается в воспроизведении прошлых событий, которые когда-то были на памяти Земли, и использовать это в своих целях. Например, он может заточить в них людей, заставляя свою жертву пережить то, что уже произошло когда-то. В битве с Джалин и Эрмес он использует в качестве ловушки инцидент с крушением самолета. В эти моменты он демонстрирует свой эгоизм и высокомерие, присущие Дио Брандо. Более того, он терпеть не может, когда ему указывают, потому что считает это как взор свысока. Именно поэтому он испытывал ярость, когда Путчи предупреждал его о возможных ошибках, что и случилось. Чтобы выкрутиться из ситуации, Версус использует любые доступные средства, чтобы добиться своих собственных целей. Он предает Путчи, чтобы достичь рая самостоятельно. Не забудем про то, что это единственный злодей, который в принципе отгородился от священника и далее действовал целиком и полностью самостоятельно. Причем, довольно умен и догадлив, пусть и впадает в панику, если что-то идет не так. Он совершенно не чувствует границ морали, даже ударил восьмилетнего ребенка своим стандом и добился своего. К сожалению, заканчивается все тем, что сначала Версус попадает под действие Хэви Везер, а затем его убивает Путчи. Таков трагичный конец данного злодея. Подобно Дио Брандо, он все время искал способы добиться своих целей любыми средствами, вел себя чересчур агрессивно и эгоистично, что было свойственно его настоящему отцу. Это и делает его истинным наследником Дио. Но даже невзирая на свои ублюдские поступки и сущность, Донателло Версус просто хотел быть счастливым. Судьба поступила несправедливо, потому для себя он решил, что должен стать счастливее всех людей на планете. И кто знает, что было бы, если вместо Путчи рая достиг именно он. Будучи теряя контроль над той или иной ситуацией, он восклицает о том, что он заслужил право на счастье и так просто не упустит свой шанс. Поэтому иногда его становится даже жалко. Что касается его появления, он уже ранее светился в качестве неиграбельного персонажа в играх Джоджо Ол Стар Баттл и Айз оф Хевен. В этих играх его ранее озвучил Эйджи Мияшита. В экранизации Stone Ocean его озвучивает Токанори Хошина. Этот Сэйю известен ролью Йори Ягами из серии игр The King of Fighters. Подходит к концу уже второй ролик с анализом персонажа. Скажу сразу, я не уверен, что умею анализировать вымышленных героев, как это делают другие ютуберы. Но я пытался, и если ролики такого формата будут заходить, я буду делать их чаще. Ну а на этом все, с вами был Дезелф, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok